Это женщина, закрывающая свое лицо от камер, мать обвиняемого в убийстве Сергея Козлова Анфисы Ларионовна. Она его законный представитель на весь период судебного процесса. Сторона защиты категорически против съемок и интервью. Прессу просили не пытаться говорить с родственниками обвиняемого. В противном случае Анфиса Козлова откажется давать показания в суде. Именно за этой решеткой сегодня должен был находиться Сергей Козлов, обвиняемый в убийстве пятилетнего Богдана Прахова. Но врачи признали его психически нездоровым. И, скорее всего, решение суда он будет дожидаться в психиатрической больнице. Под наблюдение медиков 35-летний Сергей Козлов попал сразу же после ареста. Сейчас он находится в Костромской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. В нем проходит лечение и реабилитацию психически больные лица, совершившие общественно опасное деяние. Расследование уголовного дела было беспрецедентно сложное. Охватывало большое количество произведенных следственных действий. Такие цифры могу озвучить, что было проведено следователями не менее 20 тысяч только допросов. Управление криминалистики регионального следкома провело около 10 тысяч генетических исследований, в ходе которых удалось доказать причастность к совершению преступления именно Сергея Козлова. Потерпевшие, а среди них значится 9-летний мальчик, на которого по версии следствия сначала напал Козлов, сегодня не явились на слушание дела по семейным обстоятельствам. Не приехали на процессы родители убитого Богдана Прахова. Сергей Козлов обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. И гособвинитель, и адвокат Сергея Козлова просили суд рассмотреть дело в закрытом режиме. Рассмотрение дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства. Сергей Козлов пропал из поля зрения психиатров в 2005 году по приказу Минздрава. Тогда по всей России были снятся с учета лица, которые, по мнению специалистов, не проявляли агрессии и адаптировались к обществу. Между тем, в криминальных сводках региона все чаще фигурируют психически нездоровые лица. Такая проблема есть. Мы сталкиваемся с тем, что, к сожалению, в поле нашего зрения, в поле внимания эти люди попадают уже тогда, когда что-то изменить очень сложно. То есть, когда уже какие-то события произойдут. Прокуратура сделала запрос из Департамента здравоохранения области и правоохранительные органы. Ведомство намерено выяснить, сколько еще психически больных людей могут быть опасными для общества. И дело, возможно, не закончится одними предписаниями. Ирина Начарова, Александр Мажаров, 6 канал.